Без грязи и неприятных запахов жители Беловского района мечтают избавиться от убийственного соседства. По их словам, фермеры используют поля как хранилище для навоза. Но ученые уверены, при правильном подходе удобрения можно превратить практически в шоколад. Рассказывает Максим Кутрунов. Мы сейчас находимся в самом эпицентре Вони. Причина ужасного запаха, от которого страдает поселок Краснобродский и Артышта, вот в том зеленом транспорте. Спазмы, слезы, троекратная стирка вещей с года в год. И это не химатака, а борьба за урожай. Средством традиционным крестьянским куриным пометом. Дело нужное, но то его начнут в жару. Невозможно нам не выйти на улицу, не повесить белье, не открыть окна. А здесь рядом жилым массивом. Запах такой вечером и утром. Способ, как получить большие центниры с гектарой и не лишить кузбассовцев обоняния, найден. Ускоренная ферментация закрытого типа. Я понял. Без запаха. Ну, есть у него запах, но определенный специфичный запах. Технология новая для Беловского района, для кузбасса. В специальной емкости при подаче воздуха тепла перемешивая и с помощью бактерий помет перегревает за неделю. В сырье не должно быть никаких антибиотиков и дезинфицирующий рез. Это очень важно. Тот же процесс компостирования, но в поле идет от полугода. А птицеводов из Татарстана ноу-хау тоже заинтересовало. Мы такого в Казани, наверное, и в Татарстане не видели. Ускоренное компостирование – это, наверное, самый эффективный и самый надежный способ. Очень интересный. Мы давно стремились к переработке. Запах, который сегодня на полях, он просто убивает население. Как только технология чуть-чуть нарушается у селян, запах страшный. Сегодня мы видим четкую переработку. Даже если опять что-то сломается при внесении в почву, запаха такого больше никогда не будет. Проект по ферментации помета цену яйца не увеличит, обещают производители. Полученное удобрение планируют продавать. Старт через шесть месяцев. Необходимо сначала отработать технологию, понять реальную производительность в наших условиях, на нашем сырье. Продукт этот мы еще не поставляли. Для этого требуется включение в реестр агрохимикатов. Стоимость инноваций – 20 миллионов рублей за комплекс. Чтобы переработку сделать стопроцентной, надо минимум 10 емкостей. То есть старые технологии остаются в ходу, но время за фашистых дней сочтено. Максим Кутрунов, Дмитрий Камарский, Хвести Кузбасс, Белоски РН. Всего сутки понадобилось коммунальщикам в Березовском, чтобы вернуть отопление в общежитие по улице Фрунзе. Мы рассказывали, несколько недель люди...